Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рад снова приветствовать вас на обучающем курсе, посвященном системе iLife. И темой сегодняшнего модуля является IP-адресация. Безусловно, эта тема будет интересна не только операторам iLife, но также широкому кругу звукорежиссеров и системных инженеров, которые постоянно по долгу своей работы сталкиваются с устройствами, которые включаются в локальную сеть. В данном модуле я расскажу о том, что такое IP-адрес, что такое маска, что такое шлюз, что такое DHCP, какие есть диапазоны адресов для локальных сетей. И, наконец, расскажу о том, какие IP-адреса установлены у компонентов системы iLife и какие IP-адреса и настройки рекомендуют использовать AlinHeat. Итак, прежде всего, что такое IP-адрес? IP-адрес — это четыре числа, разделенных точками. В нашем примере, который мы будем рассматривать на протяжении этого ролика, это адрес 192.168.0.2. И для того, чтобы рассказать о том, что такое IP-адрес, для того, чтобы понять это, давайте обратимся к аналогии. Представим себе дом. В доме есть 254 квартиры, они пронумерованы. В каждой квартире может находиться только одно единственное устройство. То есть номер этой квартиры фактически является номером устройства. И в IP-адресе за номер квартиры отвечает последнее число. То есть если мы говорим об устройстве номер 2 в данном доме, то это будет цифра 2 в конце IP-адреса. Всего у нас таких домов не один, их много. Их 255. Они пронумерованы цифрами точно так же от 0 до 255. И представьте себе улицу или квартал. И номер этого дома — это предпоследнее число в IP-адресе. То есть в нашем примере мы говорили в адресе 112.168.0.2. Мы говорили о доме номер 0. То есть предпоследнее число было 0. Я его выделю на схеме. И таким образом последние два числа, они как бы образуют адрес данного конкретного устройства в нашем квартала. Безусловно, таких кварталов у нас тоже не один. У нас таких кварталов много. Точно так же они пронумерованы цифрами от 0 до 254. Соответственно, номер квартала определяет вторую по счету число в IP-адресе. И в нашем примере мы говорили о адресе 192.168.02. То есть мы говорили о… Второе число это было 168. И таким образом оно означает 168-й квартал, нулевой дом в этом квартале и вторую квартиру, то есть второе устройство в этом доме. И напоследок, чтобы закончить данную аналогию, все вот это множество кварталов мы объединим в город. То есть представим себе, что у нас есть города. Все города точно так же пронумерованы цифрами от 1 до 254. Соответственно, каждый город – это множество кварталов. В каждом квартале 255 домов. В каждом доме 254 квартиры. И если мы вернемся к нашему исходному адресу, то, чтобы подытожить, чтобы закончить свое описание, как его можно расшифровать. Это город номер 192. В этом городе есть 168-я квартира, 168-й квартал. В 168-м квартале дом номер 0. И в этом доме вторая квартира, то есть второе устройство. Таким образом, это своего рода, это и есть адрес устройства. То есть это адрес, по которому любое другое устройство может найти данные. Первые три числа в IP-адресе – это номер сети. И часто их записывают в такой форме с последней цифрой 0, с последним числом 0. То есть если IP-адрес 192.168.0.2, то сеть, в которой находятся данные устройства, оно обозначается как 192.168.0.0. То есть это также означает, что устройство номер 0 у нас существовать не может. 0 – это означает, что это сеть, сеть целиком. И теперь я бы хотел перейти к следующей части. Это к тому, что такое маска, что такое шлюз. Итак, вернемся к нашей абстракции. У нас есть дом. По сути, это сеть 192.168.0.0. В этой сети есть 254 устройства, и они подключены к концентратору, он же Switch. В рамках данной сети, то есть у нас построена некая локальная сеть, в рамках данной сети каждое устройство из этой сети может общаться с любым другим устройством. То есть они все друг друга видят, они могут все друг с другом взаимодействовать. Нам никто не мешает подключить не одну сеть концентратор, а несколько сетей, и в этом случае они все смогут друг с другом работать, друг с другом общаться. Но что делать, если у нас есть и какая-то более глобальная сеть, в которой еще миллионы-миллионы других устройств, и с которыми тоже нужно как-то взаимодействовать. Собрать их все в единую сеть с помощью концентраторов, безусловно, теоретически возможно, но на практике это неэффективно с точки зрения производительности, с точки зрения надежности и с точки зрения безопасности. Поэтому для того, чтобы наша локальная сеть могла общаться с глобальной сетью, устанавливается специальный прибор, он называется маршрутизатор или роутер. И весь обмен данными с внешней сетью, он идет через маршрутизатор. И часто его также называют шлюзом. И, например, в нашей локальной сети это может быть шлюз находиться по адресу 192.168.0.1. Для того, чтобы система, для того, чтобы все устройства понимали, какие адреса находятся в локальной сети, куда, за какими адресами нужно обращаться к шлюзу, вводят в такое понятие, как маска. Для того, чтобы ее полноценно описать, необходимо обращаться к двоичной системе исчислений. Я бы не хотел этого сейчас делать, потому что для наших задач, я думаю, что это не нужно. Это задачи для IT-системных инженеров, для IT-интеграторов. У нас задачи немножко более простые. Поэтому я рассмотрю просто два примерчика. Самый типичный пример – это та маска, которая по умолчанию установлена в большинстве устройств, или которая устанавливает систему Windows по умолчанию, это 255.255.255.0. Что она означает? Она задает нам диапазон наших устройств, для обращения к которым не нужно обращаться к шлюзу, то есть который мы видим сразу напрямую. Как эти четыре числа, как из них получить адрес, диапазон адресов? Очень просто. Те позиции, те числа, те компоненты IP-адреса, которые попадают на число 255 в маске, они остаются без изменений. То есть в нашем случае для нашей маски это будет 192.168.0. А то число, которое находится напротив цифры 0 в маске, оно означает, что в данной позиции может стоять любое число, любое допустимое число. То есть таким образом для маски 255.255.255.0 диапазон адресов устройств, которые мы видим, с которыми мы можем взаимодействовать, является 192.168.0.1 и до .0.254. То есть все эти 254 устройства, они видят друг с другом, и они могут друг с другом взаимодействовать. Если нам нужно обратиться к какому-то устройству, которое находится вне этого диапазона адресов, то необходимо обращаться к шлюзу, адрес который мы указали при настройке устройства. Рассмотрим второй пример. Это маска 255.255.0.0. Точно так же те цифры, которые находятся напротив чисел 255, остаются без изменений. А те цифры, которые находятся напротив нуля, они означают полный диапазон. То есть при такой маске диапазон устройств, которые видят друг друга, является 192.168.0.1 и до .0.1. 192.168.0.254.0.254.0. То есть любые две последние, любые два последних числа, они все попадают в этот диапазон. И прежде чем перейти к непосредственно конфигурации системы iLife, я бы хотел рассказать про еще одну технологию. Это DHCP. Это технология, которая позволяет устройствам получать свой адрес, узнавать его. Итак, у нас есть, опять же, наш набор устройств. Мы можем для каждого устройства вручную в настройках указать IP-адрес. И куда бы мы это устройство не включили, этот IP-адрес, он будет за этим устройством закреплен. То есть устройство номер один, оно всегда будет устройством номер один и всегда будет иметь адрес 192.168.0.1. То же самое с 192.168.0.2 и так далее. Это так называемая статическая адресация, когда все адреса статически определены. Второй вариант – это динамическая адресация, адресация с использованием DHCP. В этом случае при включении устройства в локальную сеть оно спрашивает о DHCP сервера, а какой у меня адрес, кто я. И DHCP сервер, исходя из того, какие устройства уже в сети присутствуют, выдают ему свободную ячейку, свободную квартиру, если позволите. И таким образом сервер, DHCP сервер гарантирует, что никакие два устройства не будут иметь одинаковый адрес. В случае статической адресации эта ответственность лежит полностью на нас, поскольку мы сами настраиваем все адреса. Существует несколько диапазонов адресов, которые являются служебными. В первую очередь это диапазоны адресов, которые выделены для изолированных сетей. То есть все локальные сети, которые подключаются к сети интернет через маршрутизатор. Все домовые сети, локальные сети на различных объектах, которые необходимо защитить от доступа извне. И для них выделено несколько диапазонов адресов. Во-первых, это диапазон, начинающийся с числа 10, весь диапазон целиком. То есть все сети, которые начинают с IP-адреса которых начинаются с десятки, это локальная сеть. Второй диапазон адресов это 172.16.00 и до 172.16.254.0. И самый распространенный это 192.168.00 до 192.168.254.0. Все эти диапазоны адресов, они относятся к изолированным сетям, и в сети интернет их быть не может, они все локальные. И есть еще один диапазон адресов, которые вы, возможно, встречали адреса эти. Этот диапазон имеет место быть, если у нас включено автоматическое получение адреса по DHCP, но сервера DHCP у нас нет. В этом случае система автоматически выбирает один из адресов, находящихся в сети 169.254.2.0.0. То есть все устройства, у которых включено автоматическое определение адреса, и которые не смогли этот адрес автоматически получить, они попадают в этот диапазон, и они будут иметь такие адреса. Для системы iLife у нас рекомендовано использовать статическую адресацию, и если мы хотим подключить какие-то дополнительные устройства или если мы хотим настроить Wi-Fi роутер, то необходимо сделать следующие настройки. Во-первых, все компоненты в системе iLife находятся в сети 192.168.1.0. То есть адреса компонентов iLife могут отличаться только в последнем числе, и они не должны совпадать с теми адресами, которые уже присвоены текущим компонентам. Соответственно, маска для данной сети — это 255.255.255.0. Это маска, которая нам предложит большинство устройств по умолчанию. Если мы используем Wi-Fi роутер для подключения планшета или персонального компьютера, то адрес этого Wi-Fi роутера должен быть 192.168.1.10, и мы можем на наших устройствах прописать в настройках Gateway, в настройках шлюза этот адрес. И, опять же, если мы используем Wi-Fi роутеры, мы планируем подключать различные устройства с динамической адресацией, то есть устройства, которые будут спрашивать свой IP-адрес у DHCP сервера, то в этом случае нам также необходимо сделать настройку диапазона адресов, которые DHCP сервер будет выделять. То есть данная настройка означает, что адреса, которые будут выделять новым устройствам DHCP сервер, они все будут лежать от 100 до 254. Итак, непосредственно компонент iLife. Самый главный компонент – это сценический рек. По умолчанию это заводская настройка. Безусловно, мы можем ее изменить, но если мы только что приобрели сценический рек, то он будет иметь адрес 192.168.1.1. Следующий компонент – это управляющая консоль. И здесь начинается интересное. Дело в том, что в управляющей консоли физически есть два сетевых устройства. Первое сетевое устройство – это сама консоль. То есть все фейдеры, все ручки регулировки компрессии, параметрикой, кнопки и так далее. Все они физически сделаны в виде отдельного устройства. И это устройство имеет адрес 192.168.1.2. И второе устройство, которое присутствует во всех консолях – это компьютер, который управляет сенсорным экраном. Он, опять же, сделан как отдельное устройство, имеет адрес 192.168.1.3. И, по сути, это означает, что если у нас какая-то проблема с этим компьютером возникает, то консоль продолжает работать. То есть если у нас во время работы произошел сбой, и компьютер с сенсорным дисплеем ушел в перезагрузку, то фейдеры, все основные органы управления, они работают так же, как и раньше. Если мы говорим о системе Dual Rack, то есть система, в которой у нас два мозга, два сценических Rack объединяются в единую систему для расширения количества входных каналов, то в этом случае фирма Linheed рекомендует для второго Rack, который у нас будет являться slave, рекомендует устанавливать IP-адрес 192.168.1.4. У нас есть еще один прибор, который также должен включаться в эту локальную сеть, точно так же должен иметь статическую адресацию, может иметь. Это IDR Expander, XDR16. Как мы знаем, мы можем подключить два таких прибора. Они подключаются через модуль M-Ace, который вставляется в порт B сценического Rack, и, соответственно, для первого Expander IP-адрес, который рекомендуется производителем, это 192.168.1.20. И для второго Expander это адрес .1.21. То есть по умолчанию они идут с адресом 1.20, и если мы хотим оба Expander подключить, то нам необходимо сначала подключить один из них и изменить у него IP-адрес. И, наконец, Wi-Fi точка доступа, которую мы подключаем к этой системе, она должна иметь адрес 1.10. Обратите на это внимание, большинство роутеров, которые вы покупаете в магазинах, они идут уже настроены с адресами либо 192.168.0.1, либо 192.168.1.1. Если первый адрес находится, по сути, в другой сети, и с маской 255.255.255.0 ни одно устройство не сможет с ним работать, то 1.1 — это явный конфликт, потому что адрес 1.1 — это адрес цинического река. На этом я бы хотел закончить данный модуль. Напоминаю, что это интерактивный курс. Вы можете оставить свои пожелания по следующим темам в комментариях на YouTube или Facebook. И я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok